можно ли найти такую квартиру в которой потом не пришлось бы делать никакой перепланировки не тратить деньги на снос стен возведения новых стен можно отвечаю я и на примере вот этой квартиры сейчас я вам покажу и расскажу как это сделать смотрим в самом начале хочу сказать друзья для того чтобы не делать перепланировки в квартире не тратить на это лишних денег изначально вы должны выбрать квартиру которая вам будет подходить и в ней не надо делать никакой перепланировки а что для этого нужно сделать правильно смотреть мои видеоролики с разборами квартиры планировок в этих квартирах и тогда вы поймете как нужно выбирать эти самые квартиры я думаю что те инвестиции во времени которые вы так сказать вложите и потратите на мои ролики окупятся с лихвой квартиры стоят дорого ремонт стоит делать дорого поэтому зачем тратить деньги когда можно изначально поучиться а это абсолютно бесплатно посмотреть ролики и потом выбрать то что собственно надо выбрать так и сделали мои заказчики которые обратились прислали планировку и крупными буквами написали не делать никакой перепланировки вот это было номер один в их тех задания потом оказалось что они смотрели многие мои ролики и выбирали квартиру осознанно и так ведь у них получилось квартира действительно такова что в ней не надо делать никакой перепланировки за исключением расстановки мебели вот собственно с этим то они ко мне и пришли отсмотрев много видео от ивана по какой должна быть удобная планировка мы уже изначально подходили к выбору планировки квартиры что там этих знаний и что должна быть гардеробная должна быть мастер-спальня кухня-гостиная там определенной площади и в общем именно в этом жека попалась такая квартира которая на наш взгляд соответствовала хотя бы как-то приближенно тем минимальным требованиям которые должны быть то есть получается что основной критерий выбора квартиры это было удобная планировка и если бы в этом жека такая не нашлась то вы бы не стали покупать нет мы несколько жека смотрели с планировками ну как бы какими-то похожими то есть площади большие но как бы пространство все не не удобно организовано определиться вам с этим помогли мои видео которые да давайте посмотрим что мы имеем на старте есть прихожая с гардеробной это уже победа друзья представляете гардеробную предусмотрел застройщик пять баллов тебе дальше направо пойдешь в кухню-гостиную попадешь налево пойдешь во все спальни попадешь это тоже правильная градация интимности помещений зачем она нужна да просто потому что если кто-то захочет погулять в кухне-гостиной чересчур громко дети смогут отдыхать понимаете кстати один деть есть вот возможно появится второй для этого предусмотрены две комнаты есть кухня гостиная 27 квадратных метров это очень неплохо в нынешних условиях вы посмотрите что творится 18 20 22 квадратных метра этого недостаточно здесь 27 это уже хорошо отдельная мастер-спальня тоже прекрасно ну и две предполагаемые детские комнаты ванная 6 6 квадратных метров второй санузел он же может стать душевой 4 квадратных метров неплохо товарищи неплохо давайте смотреть что из этого получится для начала я просто взял и сверху накидал мебель прям на ту планировку которую мне прислали кстати вы тоже самое можете делать в домашних условиях для этого вам нужно распечатать вашу планировочку распечатать мебели на вырезать их ножницами и просто подвигать сверху вот в принципе все то же самое делается в компьютере просто в компьютере а вы можете это сделать руками ножницами и бумагой представляете вот такой лайфхак кстати напишите в комментариях помог вам он или нет есть одно но вы должны рисовать четко в масштабе не будете ничего не получится вот тут может сложность возникнуть но ничего страшного давайте теперь посмотрим что хотели заказчики большую кухню-гостиную желательно с островом много мест хранения особенно в гардеробе мастер-спальню естественно места уединения особая мечта это посидеть в кустах и почитать сейчас это многие любят одна комната для ребенка возможно она же в последующем и для второго и обязательно отдельная комната для работы из дома потому что вся работа удаленная у обоих супругов одну ванную комнату сделать для детей то есть с ванной вторая которая в мастер-спальне там пускай будет душевая сказали мне и куда-нибудь обязательно спрятать стиральную машину вместе с уборочным инвентарем ну а теперь давайте смотреть как это у меня получилось в прихожей я ничего менять не стал только расставил мебель добавил пуфик на которой можно сидеть поставил консоль на которой можно букет с цветами поставить и предложил немножко похулиганить вырезать дырку в стене вот это вот стена которая прямо слева от входа может появиться с окном зачем да для того чтобы солнечные лучи попадали сразу в прихожую как только мы заходим к себе домой а с другой стороны из прихожей мы могли бы видеть окно и небо за ним друзья это очень сильно расширяет пространство так что пользуйтесь приемом идем дальше кухня-гостиная здесь стоит диван два кресла и несколько журнальных столиков один из которых стоит между креслами это между прочим очень удобно когда вы сидите пьете чаек и вам надо куда-то ставить кружечку но не на пол же и тянуться не надо вам к другому столику поэтому ставьте маленький между креселок вот так удобно напротив естественно стоит телевизор и еще не просто так он стоит именно в этом месте потому что все нанизывается на одну ось это очень правильно расставить мебель симметрично симметрия подарит вам гармонию потому что симметрия это равновесие а равновесие это спокойствие вот такие вот лайфхаки на моем канале вы всегда найдете конечно же диван будет легким на ножках чтобы воздух гулял вокруг этого дивана и не получилось так что диван слишком сильно загромоздил пространство два кресла это обязательное условие можно гостей посадить и поиграть в какую-то настольную игру кухня здесь стоит большой стол аж на шесть персон конечно в поседневной жизни 6 стульев ставить не обязательно поэтому я предложил своим заказчикам поставить три стула ну на всю семью так сказать мама папа и ребенок а остальные стулья можно убирать в кладовку и пусть это будут не стулья а просто табуреточки представляете сколько денег вы сэкономите три стула вы купите супер классные красивые дизайнерские а три табуреточки вы будете складывать убирать ну какие-то знаете оля икея там или еще что то что там у нас есть продается помимо основной оси которую я вам уже показал есть еще вспомогательные 1 в гостиной и она определяет место установки журнального столика а также повешение люстры над этим столиком другая ось на кухне она проходит прямо от сын трехонько через круглый стол через окно и упирается вот в этот замечательный комод или сервант кому как больше нравится в серванте можно хранить красивую посуду на комод можно поставить чайник кофемашину печеньки еще что-нибудь на кухне дополнительные поверхности это всегда в плюс более того он стоит напротив окна рядом со столом хорошо освещается а со стола легко добираться так сказать до необходимых нужных удобных предметов салфеток например соль перец представляете то есть это все рядом под рукой то есть очень удобно сама кухня небольшая 36 метров почти четыре кстати говоря есть холодильник отдельно стоящий на этом тоже можно сэкономить деньги не встраивать его в кухонный гарнитур просто поставить красивый рядом с кухней на самой кухне есть мойка есть варочная поверхность и достаточно пространства для того чтобы порезать пошинковать все что вам необходимо кто про кухню хочет подробнее посмотреть бегом по ссылочке и смотрите мое полезное видео итак с кухня гостиной все переходим в ванную это общая ванная ей же пользуются гости когда придут к нашим дорогим домочадцам здесь есть большое корыто самой ванны унитаз и раковина и обратите внимание здесь я не делаю скрытого шкафа просто из-за условий экономии все-таки шкафчик денег стоит а здесь можно вот его не делать плюс он здесь место сожрет и в данном конкретном случае этот узкий шкаф будет неуместен поэтому стоит отдельно стоящий унитаз отдельная раковина с выдвижными ящиками и зеркало во всю стену но это я так подумал почему бы не и нет почему бы не расширить пространство зеркалом а в ниши удобно располагается стиральная машина и остается место под уборочный инвентарь но вот здесь все-таки пришлось сделать минимальную мизерную перепланировочку вот эта стеночка раньше стояла вот здесь и если ее так и оставить то стиральная машина не влезла бы в эту нишу вот сейчас записывайте это очень важно чтобы стиральная машина влезла в нишу закрылась дверками или шторками как в моем варианте вам нужно предусмотреть нишу 75 сантиметров потому что у стиральной машины есть вот этот колпак дверцы который вперед выпирает плюс всякие провода и трубки которые сзади подключаются к этой стиральной машине короче пространство нужно для этой самой машины поэтому стеночку пришлось перенести ничего страшного это никак не навредило нашему дизайну правда немножко денежек придется потратить все таки и так за шторами здесь находится стиральная машина и уборочный инвентарь кстати как вам идея со шторами обязательно напишите сейчас больше половины точно напишут что это фигня какая-то надо дверки да конечно дверки наверное были бы лучше только дверки будут стоить в десять раз дороже чем шторки вот и думаете здесь ведь вопрос не в шторы или дверки здесь вопрос как это обыграть вопрос к дизайнеру главное ставь правильно задачу и получай решение если сделать шторки в цвет стен то их и видно то не будет правильно а к чему тогда внимание привлекать например к зеркалу зеркало можно над раковиной повесить очень красивые понимаете ну или еще какие-то другие предметы декора что с обратной стороны той стены которую я подвинул а это макияжный столик друзья которые в эту нишу поместился и там соответственно хозяйка может расположить все свои украшения бусины шмусины там короче вот это все ее уголок с хорошей подсветкой надо все это сделать чтобы вот как в гримерке у суперзвезд ну вы поняли а дальше уже сама спальня в спальне кровать напротив шкаф во всю стену и в углу тот самый волшебный уголок о котором мечтала хозяйка прямо в кустах как джунглях сидим в кресле вокруг тебя зелень 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 можно еще сделать кресло как будто это гнездо сидишь в общем там и ни о чем не думаешь вот просто книжечку читаешь ну или мечтаешь вот такое место зелень в квартире должна быть почему я шкаф не поставил к этой стене почему как вы думаете а а я отвечу во первых напротив кровати шкаф больше он прям огромный здесь больше четырех метров а это хорошо когда много мест хранения вторая причина шкаф не загораживает эту стену и это позволяет сделать окно в этой стене представляете окно в стене там где ванна пошли утром душ принимать и солнышко светит класс вот такой класс плюс визуально пространство расширяется а если вам хочется уединиться в этой ванной ну иногда все таки надо даже в туалет сходить то есть можно поставить smart стекло но это дорого а можно шторочкой закрывать это уже подешевле ну либо навсегда матовое стекло просто вот так вот бац и все свет проникает но не видим что там происходит лично я поставил бы стекло со шторочкой вообще мне нравится шторочки в душевой есть раковина душевая кабина и в ней стоит унитаз сейчас начнут кидать помидорами в меня да что ж это такое как это можно в душевую кабину поставить унитаз да легко можно друзья можно вообще все на самом деле сейчас я вам покажу как это круто выглядит в жизни я специально снял видео вот посмотрите реализованный проект сейчас хочу показать вам где душевая и унитаз совмещены то есть вот есть вот такой поддон вот унитаз и вот собственно говоря душевая вот так это выглядит очень использованы компактные полочки в которых все стоит вот так вот это изнутри слева шкаф со стиральной машины сюда все утекает вот и вот здесь у нас раковина вот таким симпатичным зеркалом чем иметь узкую какую-то кабинку душевую в которой залезть неудобно и локтями ты там будешь стены отбивать кажется что если есть такое решение которое позволит расширить как бы душевую зону чтобы там было комфортно то почему нет сейчас про детскую расскажу для детской я выбрал самую большую комнату потом объясню почему заказчики хотели наоборот они думали дитю поменьше а себе побольше кабинет они ведь из дома работают соответственно это пространство должно быть поширше посветлее посвободнее повоздушнее но нет именно детей я помещаю в эту комнату во первых она дальняя во вторых она действительно больше и ребенку тоже нужно свое пространство здесь тоже я провожу оси и по центральным осям я располагаю кровать и два кресла кресла мешки которые можно таскать по всей комнате квартире и даже в гостиную притащить и там тусовку настоящую устроить из гостей и в общем очень удобные штуки но не хотите кресла мешки можно другие какие-то легкие кресла короче друзьям будет где посидеть любом случае справа это вся история со шкафами хранением одежды и прочего то есть шкаф стоит не во всю стену потому что я не могу во всю стену поставить вот видите дверь стоит таким образом что шкаф не помещается а вот если бы мы сместили дверь но не стали все таки вот сохраняем то что есть по максимуму но ничего страшного двух метровый шкаф все равно поместился а вот свободно образовавшуюся нишу между шкафом и стеной я ставлю комод причем не от шкафа до стены чтобы впихнуть от стены до стены а свободно стоящий это очень важно если вы хотите ощутить простор ставьте мебель свободно слева от центральной композиции здесь рабочая зона игровая зона стеллаж за столом то есть здесь все то что нужно для активностей вообще в детских есть зоны активные и неактивные неактивные там где ребенок спит ну и переодевается а активная там где он играет то есть там нужно больше всего света поняли логику ну вот так вот переходим к кабинету в кабинете стену я снес ну по крайней мере я так предложил сделать мне говорят зачем ты это сделал зачем а вот сейчас я объясню зачем я это сделал смотрите когда стены нет кабинет превращается в огромное пространство перетекающую в кухню гостиную соответственно когда хозяева работают в этом самом кабинете они ощущают весь этот простор правильно логично ведь логично они видят все насквозь прямо вот вот то есть маленький кабинет там сколько там 12 метров вырос до невероятных размеров а если надо там уединиться пожалуйста шторки повесили закрыли полностью и все как в кинотеатре вспоминайте заходите в кинотеатр и там помните очень часто вешали шторки дверь и шторка а вот у нас двери не будет а шторка будет шторка это очень хороший поглотитель звука так что она прекрасно защищает с другой стороны когда мы их раздвинем то мы получаем огромное общее пространство и гости например которые придут могут перемещаться по всей квартире вот они пожалуйста ходят туда-сюда променад налево потом направо в общем классная история получается такая знаете многофункциональная то есть можно эту комнату использовать не только как кабинет но и как часть общего пространства плюс свет проникает с двух сторон это всегда гораздо лучше круче воспринимается чем вот каких-то зажатых клетушек ах ну и проветривать хорошо ну так но открыл тут открыл и все быстренько проветрилось будете рекомендовать своим друзьям знакомых да будем рекомендовать дизайн-проект и учей планировка как бы штука ну планировка консультации по планировке это не такая дорогостоящая вещь но мы получили какие-то ценные рекомендации получили рекомендации как вообще вписаться в имеющиеся бюджет от человека который как бы в этом понимает разбирается и с этим постоянно работает не постоянно не ремонт очень сложно как бы понять насколько ты вообще вписываешься не знаю и сможешь сделать то чтобы было классно и с другой стороны обратиться к кому-то как бы сэкономить на дизайне но потом потратить кучу денег на какие-то дорогостоящие решения и в итоге не получите там красиво уютно и чтобы тебе это все нравилось тоже не хочется поэтому мы решили сразу профессионал спасибо вам все друзья в общем пишите в комментариях как вам планировка без перепланировки понравилось или нет ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да пребудет с вами муза и грамотная планировка от меня